Стесняюсь петь и играть на фортепиано даже на небольшой публике. От волнения ошибаюсь. Без посторонних, при близких играю и пою без ошибок. Как-то можно лечить это самой. Конечно, берёте телефон, как инструмент, или камеру ставите и записываете себя, как вы играете, без публики. Спокойно, классно, достойно и так, с вдохновением. Размещаете в наших этих социальных сетях и так с полгодика, пока вам не надоест. И когда вы каждый раз будете слышать и поставите себе в условие о том, что сегодня надо обязательно что-то записать, и придёт подружка, то подружка будет вторична, а запись для того, чтобы людям поднять настроение, будет первична. И с того момента вам перестанет быть важно, одна подружка сидит или десять сидит. Всему нужно учиться, а на учёбу нужно время. Адаптационный период никто не отменял. Так вот, адаптация и увидеть, что… Ну, это так классно, поверьте мне. Никто не рождается таким уникальным, все такими становятся, прилагая усилия. Так вот, когда вы услышите себя же в своём там Инстаграме или ещё где-то, и это станет нормой для вас, то вас перестанет заботить кто-то, сидящий рядом, потому что с этого момента вы начнёте играть как для себя, получая удовольствие, так, естественно, и все остальные, которые будут вас слушать, точно так же, как и вы научатся получать от того, что слышат вас удовольствие. Но к этому нужно прийти. Вот таким способом всегда в жизни должен быть третий элемент. Почему ребёнок, появившийся в семье, это всегда дар, который должен объединить, а не разъединить родителей. Вот точно так же, как телефон. Вы, рояль, ваша музыка и телефон, и будет классно. А все остальные с наслаждением послушают, как вы умеете. Вопросы пишут. Ну, пока вы пишете, а я тут немножко хочу порассуждать на тему того, что мне интересно, о чём вы заморочивались так. Обычно процентов 80 сейчас людей, они, как ни странно, но они достаточно неплохие, или вы, достаточно неплохие специалисты. Так или иначе, у поколения до 40 есть какие-то, как это сейчас называется, серьёзные отношения, но, по крайней мере, какой-то контакт коммуникационный есть. Если чуть-чуть собрать время, которое вы тратите на то, чтобы подглядывать в какое-то окошко за чужой жизнью, а чуть-чуть трансформировать свою и каждый раз видеть, что у вас это получается, то никакие внешние усилия, условия или изменения не смогут повлиять на ваше внутреннее состояние. Если мы про деньги, то вот сколько вы себе позволите, столько вы их и получите. Но только между деньгами и вами должно быть что-то, за что их заплатят. И неважно это, вы умеете делать что-то руками, или вы достойно классно можете представить себя как аккомпаниатор, или как человек, который разбирается в какой-то задачке или в какой-то специальности. Самое главное – успокаивайтесь. Уже всё произошло, факт имеет место быть. Собственно говоря, нас никто не спрашивал. И мы можем это или принять с пониманием, что есть возможность, потому что любая перемена, она всегда даёт возможности и перспективы. Или мы примем как фатальность и ещё раз опустим голову, ещё раз нам кто-то на неё поставит свой грязный сапог. Выбор за вами. Так что вот давайте мы как-то будем выходить из этого болота, видеть собственные ресурсы и вкладывать их туда, куда необходимо, а не туда, куда нас кто-то по какой-то им ведовой причине посылает.